Кинологи со всей Сибири борются за звание лучшего. Особенность таких соревнований в том, что в них могут принять участие не только профессиональные спасатели-поисковики, но и волонтеры. На первом этапе состязаний побывала наша съемочная группа. В этом году соревнования поисково-спасательных расчетов кинологической службы проводят в одном из спортивных центров Минусинского района. Сюда съехались три десятка кинологов и их питомцев. География обширная. Омская и Новосибирская области, Алтайский край, Бурятия, Томск, Кемерово, Иркутск и Красноярск. Участвуют не только профессионалы, но и любители. Например, Анастасия Якушина привезла своего лабрадора Нюшу на аттестацию. Если сдадут экзамен, смогут искать пострадавших наравне со спасателями. Женщина говорит, в этом году собака полностью готова к работе. Она включается, мы одеваем специальную форму, у нее есть колокольчик, у нее есть свой жилет. Все, она полностью внимания на работу, ходит по лесу, ищет, она ловит воздух и включается абсолютно легко, очень легко работать. Ограничений в возрасте и породы нет. Главное, чтобы собака была готова к испытаниям. На то, чтобы подготовить животное к таким соревнованиям, уходят месяцы. Причем хорошая физическая форма еще не залог успеха. Равновешенность, способность переносить нагрузки. То есть, для собак это очень большой стресс. Ну, тоже, и для людей тоже. То есть, способность переносить нагрузки больше даже не физические, а такие умственные. Сегодня участникам предстоит пройти первое испытание. Послушание. Собака и хозяин должны показать, как умеют взаимодействовать. В поисковых операциях это зачастую половина успеха. Особое внимание к умению животных преодолевать препятствия. Получается, далеко не у всех. Сидеть! Сидеть! У нас собаки завязаны на игре. То есть, любая поисковка – это для них игра. Они пытаются найти человека, который с ним будет играть. Вот мы так их готовим, и потом в реальных условиях мы их запускаем. Они также ищут, что будут играть с ними. То есть, находят людей, начинают обозначать голосом. Кинологи говорят, обучить ищейку – полдела. Еще труднее найти лающие четвероногие с отменными рабочими качествами. Хорошее животное – залог успешной поисковой операции. В этой миссии прогрессивные гаджеты до собак еще не доросли. Все сделанные на данный момент электронные носы очень чувствительные, очень зависят от условий работы. Повышенная влажность, какая-то радиация, еще там что-то – они уже не срабатывают. Собака пока остается единственным универсальным средством. Это, в общем, факт. Он вел разрушительный образ жизни, в общем, такой. Полквартиры разломал. Ну, лабрадор у них у всех такой характер, собственно говоря. Хозяйка не смогла справиться с этим характером. Я посмотрел, оценил его возможности и забрал в отряд. Парень оказался такой хороший. Вот, у нас уже за плечами две работы. Четыре спасенные жизни на счету у этого полуторагодовалого лабрадора, который вообще еще даже не аттестовывал. Соревнования продлятся еще несколько дней. Кинологическим группам предстоит искать пострадавших в различных условиях. Самая трудная – природная среда. Имя победителя станет известно в это воскресенье.